МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это заметно даже сухие и жаркие дни. На второй и вовсе опасно взбираться. Одно неловкое движение и велик шанс быть заживо погребенным под грудой балок и старого шифера. К этой лестнице, ведущей на второй этаж, даже подойти страшно, а не то, что подняться или спуститься. И, к счастью, камера не передает ароматов, потому что в этих помещениях стойкий отвратительный запах плесени и сырости. Один из счастливчиков жильцов – Анна Михайловна Яшина. 93-летняя бабушка-ветеран тыла и вдова фронтовика Великой Отечественной войны прожила в этом доме больше 30 лет. Несмотря на ее многолетний труд и пережитые невзгоды, достойных жилищных условий ей заслужить не удалось. Потому что там жить нельзя. У меня не совсем удобно. Ничего нет там. Ни туалета, ни воды. И печка развалилась. А печку топить надо. Дров купить. Да опять водить ты. И с этого в сарай-то отвезешь, я сарай-то на корыте возила. Ее единственная спасительница – это дочь Наталья. Она забрала пожилую маму к себе в Новоульяновск. В небольшой квартире живет сама Наталья, ее муж и мама, сноха и внуки. Но пока это единственный шанс спасти человека от существования в доме без элементарных удобств. Она сейчас находится у меня в Новоульяновске. Я ее сюда уже не привезу, так как она здесь не сможет жить. Ей нужен свой угол, как говорится. Она хочет жить в тепле, в уюте и чтобы был ей покой. Все коммунальные структуры в один голос призывают делать капитальный ремонт квартиры Анны Михайловны. С этим ее дочь не согласна, потому что в злосчастном доме на Лесной даже гвоздь забить страшно. Одна надежда была на жилищный сертификат, на приобретение жилья для ветеранов боевых действий. Однако, похоже, выдавать его никто не собирается. Претендовать на сертификат можно только, если площадь жилого помещения меньше 12 квадратных метров на человека. Квартирка на Лесной немного больше. Что 12 квадратных метров у вас есть, жильем обеспечены. Но не смотрели, какое у нас жилье, какие у нас удобства. Что у нас туалет на улице, ванны у нас нет, горячей воды у нас нет. Нет, отопления у нас нет. Печка стоит, которая в нерабочем состоянии. Шанс на переезд, пригодное для жизни жилье, все-таки есть. Возможно даже расселить весь дом, но для этого необходимо провести экспертизу. Для ее проведения все жильцы должны обратиться в специализированную организацию. По результатам последней проверки 2014 года дом не был признан ветхим. А это значит, что постройку необходимо опять инспектировать на предмет аварийности. Должно быть приложено заявление хотя бы от одного человека, то есть кто там проживает. Должно быть заключение специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности, чтобы обследоваться квартиру инструментально, либо лабораторно. Приложить все необходимые документы, технический паспорт и написать заявление по вынесению на Межведской комиссии, где будет рассмотрено. Хочется верить, что городские власти и органы социальной защиты обратят внимание на проблему беспомощной пожилой женщины и обеспечат ее нормальной квартирой, которой она достойна. Пока наша съемочная группа разбиралась в этой непростой ситуации, все-таки нашлись пути решения проблемы. Самым верным из них будет обращение Натальи Таракановой в органы соцзащиты по месту жительства. Ей, как доверенному лицу Анны Михайловны, предстоит место в очереди на льготное жилье для ветеранов. По данным региональной соцзащиты, в этом году по такой несложной схеме уже выдано 17 квартир. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.